здравствуйте уважаемые любители шахмат в эти дни когда в мире бушует коронавирус когда отменены практически все регулярные соревнования очные соревнования календарь которых был известен сверстан еще задолго до наступления 2020 года так вот на этом своеобразном безрыве вроде бы и рассказывать не о чем однако с одной стороны люди решили сейчас сказать ведущие шахматисты а также шахматные организаторы решили проводить хотя пока еще таких соревнований проводится немного и намечено немного решили проводить соревнования по удаленке то есть в режиме интернет-шахмат достаточно популярным видом игры которые однако до сих пор до этого последнего кризиса не обрели достаточно популярности но кроме того сражаются между собой шахматные машины сейчас как раз в эти минуты продолжается семнадцатый чемпионат мира среди суперкомпьютеров так называемые top chess engine championship это 17 сезон иными словами до этого аналогичные соревнования проходили уже 16 раз ну я думаю что все мы помним о том что где-то два с половиной года назад настоящий фурор в шахматном мире да и не только шахматном мире учинила программа альфа-зеро которые обыграла призванного лидера мировых компьютерных шахмат программу stockfish впрочем эксперимент тот был не совсем корректный в том смысле что альфа-зеро а именно программа которая была основана на совершенно новых принципиально новых принципов ну даже не программирование обработки информации используя называемые нейронные сети когда программа начинает не заводят просто правила игры правила шахмат и она начинает играть самый самой собой или может быть может быть правильнее будет сказать анализировать начальную позицию и вообще вникать в суть шахмат вот действует таким образом это программа точнее как не эта программа а программа альфа-гоу свое время впервые в истории обыграла чемпионы мира по игре го то есть игроку гораздо труднее поддавалась программированию обработки с помощью наших электронных друзей нежели шахматы потому что в игре го не было достаточно ясного такого центрального стержневого критерия шахматы все-таки выигрыш материала безусловно то есть очень много обстоятельств при входящих которые могут поколебать такую банальную вульгарную оценку по материалу но в принципе за основу эту оценку можно принять и на ее основе опять же выстраивать обдумывать планы и выстраивать игру а вот в го никаких таких критериев нет и поэтому не получалось никак у шахматных программистов совладать с этой игрой иными словами если переводить на шахматный язык то ведущие шахматные программы до альфа го играли где-то силу скажем так кандидата в мастера а тут чемпион мира то есть вообще представление такое что очень-очень далеко нашим электронным друзьям до так сказать нас имея ввиду игроков в го и тут вдруг вот такой казус что действительно оказывается на основании нейросетей на основании новых совершенно подходов можно научиться причем мы совершенно не знаем что там в мозгах электронных происходило но тем не менее чемпион мира по игре го был повержен я уж не знаю не помню там детали то есть не сухим счетом не так сказать наповал но тем не качественный гигантский качественный скачок произошел в деле осмысления очень трудно программируемые трудно осознаваемой игры го не то как вот та самая точно сказать аналогичная по организации своего процесса мыслительного программа а именно альфа зеро обыграла сток фиш произвело фурор ну вот я даже так сказать ли мы с мариной целый ряд таких восторженных отзывов тогда себе позволили поскольку качество игры характер игры был ну совершенно новаторский возможно были позиционные жертвы фигуры пешек за инициативу за зажим то есть явно альфа зеро руководствовалась какими-то иными критериями более сложными более тонкими более человечными чем вульгарный выигрыш материала и это все производила неизгладимое художественное впечатление и вот аналог этой программы поскольку тогда сразу скажу что альфа зеро играла на очень продвинутом железе а в этом тренировочном тестовом матче ее оппонент сильнейший шахматной программы сток фиш играла на обычном более-менее железе то есть было неравенство шансов изначальные тогда ну это отчасти был может быть и некий рекламный ход ну не буду так сказать догадки какие-то выстраивать короче говоря альфа гоу не альфа гоу альфа зеро очень убедительную победу одержала и вот уже на один в одинаковых условиях будучи поставленными с одинаковой дебютной эндшпильной базы с одинаковым примерно железом аналог программы альфа зеро которая называлась лила час зеро приняла участие в чемпионатах первый раз ей не удалось хотя в упорной борьбе она играла с вышел финал суперфинал и играла тогда с командой сток фиш но уступила с разницей в одно очко на финише 15 таких чемпионат мира тем менее эльфа зеро то есть лила час зеро выиграла победив финале разумеется тот же самый сток фиш ну а в предыдущем в шестнадцатом чемпионате эльфи зеро не вышла финал потому что заняла третье место в круговом турнире отборочном главном и финал состоялся уже 100 также с участием сток фиш но соперником была другая программа и сток фиш очень уверенно со счетом 55 с половиной на 44 с половиной кажется держала победу в матче из ту партии вот финальный матч играется из 100 партий суперфинальный матч но скажу сразу что сейчас сыграно в аналогичном финальном матче в которой пробились сток фиш разумеется и эльфи зеро так вот в этом матче сыграно 33 партии играются партии одна за другой без перерыва компьютер разумеется не требуется отдых мы тем не менее тем не игра проходит неторопливо так как есть над чем шахмат сложная все-таки игра есть над чем подумать и контроль времени не слишком жесткий 33 партии сыграно на данный момент не буду говорить какой счет а вот что касается нас людей шахматистов то как мне кажется наибольший интерес для нас представляет следующее обстоятельство дело в том что партии начинаются не с начальной позиции так как как показал опыт если дать компьютером полную волю и начинать именно с начальной позиции в которой у белых конечно есть к этому преимущество минимальное то почти все поединки а может быть просто все поединки закончится в ничью все-таки начальная позиция это было интуитивно понятно лишний раз подтверждается компьютерной практикой так вот начальная позиция ничейна поэтому для того чтобы с одной стороны не нарушить равные условия у соревнующихся противоборствующих сторон а с другой стороны ну предложить соперникам по соревноваться по сражаться в положении где одна из сторон имеет преимущество причем понятно понятие преимущество достаточно относительное например от королевский гамбит сразу белые получают худшую игру но ведь на протяжении долгих лет белые так играли и играли не без успеха имеют ввиду люди так вот нас интересовало ну поскольку то есть я закончу мысль дело в том что одну партию играют с этой позиции некой таби которая предлагается в обязательном порядке компьютерам одним цветом противоборствующая сторона и следующую другим цветом при этом что важно та часть дебютной базы дебютной библиотеки которые относятся данному дебюту просто изымается ее она отсутствует в памяти компьютеров иными словами они должны творить так сказать играть с листа ориентируясь в этой позиции которая предлагается им как оригинальный так вот поскольку компьютер предлагается довольно много проблемных позиций то есть тех позиций которые были проблемными с точки зрения людей в дебютной теории и не было однозначной оценки то вот такие соревнования такие встречи на не весьма опознавательные и с точки зрения под постановки окончательного диагноза и с точки зрения того как надо трактовать их когда мы предлагаем посоревноваться в данных положениях очень сильным компьютерным программам и вот при счете 1 1 первые две партии закончились еще в третьей партии между этими программами была предложена исходная по сути дела позиция из атаки кереса первые как получается так кереса связанской защите я вам покажу е4 точнее сказать напомню тем кто об этом почему-то подзабыл е7 е6 можно и d7 d6 но не суть важно потому что позиция вот такая вот получается чем играет d7 d6 желая применить швенгенскую систему в чистом виде ну честно говоря вот я когда активно практиковал сам я швенген никогда за черных не применял но если играющий черными позволял мне здесь сделать ход g2 g4 ход кереса то я с огромным удовольствием шел на эту позицию и считал что если не пол дела сделано то какая-то часть дела сделано потому что белый что называется задарма захватывает центр получает инициативу и так далее и вот именно этот ход g2 g4 предлагался компьютером и после а7 a6 g5 и конь d7 они уже могли творить по своему разумению ну можно сказать что вот здесь например возможно ход h7 h6 тогда белый располагает перед такой возможностью как h2 h4 ход с помощью которого на турнире в маниле знаменитом который выиграл евгений андреевич высяков он победил тогда бента ларсена звезду западных шахмат которые ну не уступала роберту фишеру мы в этом уже говорили с точки зрения рейтингов тогда особо не было но с точки зрения какого-то реноме понятно было что это супер гроссмейстер и тогда евгений андреевич вообще блистательно провел турнир выиграл его занял первое место при участии огромного числа звездных оппонентов и вот было тогда сыграно h6 и h4 но в данном случае h6 g5 и конь d7 и так белое на распутье понятно что то обстоятельство что они захватили пространство на ферзиевом фланге на королевском фланге конечно надвинув пешку dg5 это совсем не мало понятно что они могут связывать свою дальнейшую игру с длинной рокировкой и поскольку черные уступили пространство так почти что без боя согласились на то что их коня прогонят на поле d7 воздействовать на центр белых трудно то в общем совокупность этих обстоятельств позволяет оценить позицию и перспективы белых весьма и весьма оптимистично с другой стороны все-таки некоторые шахматисты с готовностью на эту позицию шли поскольку прямого вскрытия позиции прямой лобовой атаки на королевском фланге белые вообще-то говоря развить не могут из черных не будут безумно рокировать короткую сторону когда не надо а окольные сицилианские методы воздействия на ферзиев фланг белых на центр при отсутствии явных слабостей позиции черных дают черным надежда где-то перехитрить белых и перехватить инициативу вот как здесь играть ну можно играть слон е3 можно играть h4 h4 кстати ход идейный раз уж начали надвигать пешки на королевском фланге так почему не продолжить это но вот сток фиш в третьей партии сыграла а2 а3 сделал вот такой вот внешне странный ход на самом деле это профилактика на случай немедленного b5 но опять же компьютеры не люди и психология такая вот им чужда а если бы играли люди то я могу сказать что вот конечно а2 а3 чтобы черные не играли b5 поскольку ну зачем играть b5 когда все равно b4 вы сыграть не можете например там слон е3 слон б7 там h4 возникает вот такая вот позиция она могла возникнуть при другом порядке ходов например если белые начали бы схода слон е3 но они начали с хода а2 а3 и хочется еще отметить одно обстоятельство вот я сейчас рассказываю о партии если бы это была партия людей то мне было понятно о чем надо рассказать о чем надо поведать то есть я считал бы что более менее я представляю тот комплекс соображений общих конкретных и так далее соображений которыми руководствуется человек играющий белыми играющий черными делаете или иные ходы о чем он думает какие сомнения его выливают почему предпочитает одно продолжение другому почему подземнул здесь такое тоже случается то есть в чем так сказать психологическое объяснение этого а когда играет компьютера но полная растерянность у нас так как они считают варианты с помощью наших скромных программ наших электронных помощников обычных ну делать какие-то выгоды выводы по поводу мотивов которые руководствовались супер компьютера вся в случае гораздо более мощные программы выбирая то то или иное продолжение делая тот или иной ход ну просто бессмысленно понятно что их счет участников этих электронных в борьбе гораздо грубже гораздо точнее а что касается комментатора то остается лишь оценить позицию в целом объясните что куда чего одна из сторон хочет и довериться в области конкретного счета играющим партию программам и так а2 а3 конь c6 сыграла здесь лила чес-зеро от b5 черные отказались решили что лучше подразменяться на поле d4 следует слон е3 и белые наверное были довольны если так можно выразиться таким порядком ходов поскольку ход b5 это продолжение без которого черным очень трудно в этой системе что-либо предпринять конь е5 и вот интересный момент если белые сейчас или чуточку позже в ответ на конь е5 на такую вроде подставу начнут активные операции с помощью f4 то черные добьются своего то есть добьются некоторого облегчения тогда они смогут взять на d4 слон бьет d4 отступить здесь можно на g6 даже не на c6 это был бы темп на c6 конь стоит стандартно но не так хорошо а после коня 6 атакована белая пешка на f4 и можно после слон е3 защищая эту пешку а иначе нужно считаться сходом е6 е5 с темпом слон на d4 подавит под этот удар е6 е5 если слон уйдет чтобы не было возможно е5 тогда и в 5 и у белых огромное преимущество то можно подорвать позицию белых вот эту самую фалангу с помощью h7 h6 и получить контр-игру на королевском фланге при том что атака белых на королевском фланге уже заведомо не идет так как сильнейшей стороной в некотором смысле на этом участке доски внезапно стали черные а не белые вот такая маленькая провокация иной человек мог бы соблазниться ходом f4 и вместо лучшей игры получить чуточку худшую ну разумеется компьютеры не таковы слон е2 спокойный ход никаких f4 никаких расслаблений пешка на g5 защищена слоном в случае удара на d4 разумеется этого коня возьмет белый ферзь но это и следует вы видите ферзь бьет d4 конь c6 теперь уже на g6 ставить коня никакого смысла нет ферзь уходит на d2 слон е7 и белый играет h4 ну вот даже беглый взгляд на эту позицию уже позволяет оценить ее к явной к значительной вигде белых потому что черные ровным счетом ничего добились не добились в области организации контры игры они сделали какие-то ходы белые подзажали их черных h7 h6 явно и не то из-за gh и там если g6 то h5 а gh это значит просто еще одна слабость в лагере черных на h6 появится черные вскроют королевский фланг куда при случае может убежать их король а после h6 разумеется уже это невозможно короче нужно что-то делать не на королевском фланге а на фланге ферзио и поэтому b5 все-таки черные ходят хотя у белых уже сделан полезный с точки зрения продвижения противодействия продвижения пешки b ход а2 а3 и белый надвигает пешку h создавая пока еще не угрозу g6 там ладья h1 не защищена но может быть h6 может еще что-то короче они концентрируют усилие на этом фланге готовясь или сделать длинную рокировку или может сыграть ладья g1 таково первое впечатление ферзь а5 появляется идея б хода b5 b4 и понятно что после хода ферзь а5 рокировка это ход неправильный вот если белый здесь сделал рокировку давайте ее сделаю этот неудачный ход безусловно не лучше и так далее тогда последовало бы b4 вскрылась бы игры причем конем отступить никуда нельзя поскольку ба и ферзь на опять защищен а так черные добираются до позиции белых хотя вот наши эльдроны друзья все равно говорят что после взятия но если шаг дать то конь b1 ферзь b4 просто король b1 и там b3 у белых все равно лучше поверим в это поверим в эту оценку белые подзахватили центр везде где можно контратака черных против белого короля не идет но ферзь опять-таки смотрится как-то странно неправильный ход с компьютерной точки зрения тоже не лучше он уменьшает преимущество белых которые здесь по мнению компьютеров все-таки достаточно выражена ну например можно было бы сыграть ладья d1 вот так вот рокировка ну ладья d1 чтобы не допустить b4 рокировка теперь рокировка очень странный ход потому что оказывается что прямой то есть прорыв g5 g6 ровным счетом белым ничего не дает но вот сделаем этот ход и черные просто начнут забирать эту пешку fg hg hg и окажется что ну чего белые добились линию аж скрыли атаки нет все равно а поледнев черная ладья работает но все равно у белых получше на самом деле ход g6 не улучшил их не увеличил это преимущество ну можно сыграть 0-0 например как ни странно и играть вот так вот спокойно эту позицию но как-то душа не лежит в такого рода разыгрыванию положения вы или мы с точки зрения белых рассуждаем нагдали нагдали пешки g5 h5 а потом вели короля в ответ на рокировку соперника куда-то вот сюда вот и лишили себя возможности продолжать атаку то есть не то немножко ладья d1 и видимо вот если переводить с компьютерного языка на обычный человеческий можно сказать что ход ферзь опять решил свою задачу он позволил черным защититься от каких-то возможностей прямой атаки на их черного короля а хотя у белых преимущество пространстве но что сделать как что выжать из этого можно не совсем понятно и надвинутые пешки пешки на g5 h5 это конечно плюс но при случае может это плюсок перерасти в минус превратиться не слабости и вот удивительное решение принимает сток фиш с точки зрения человека он играет сток фиш h6 g6 и тогда уже рокирует то есть в лагере черных образованы некоторые слабости но никакой контр игры здесь быть не может а белые тогда уже спокойно уходит в короткую сторону не опасаясь за своего короля и просто довольствуясь небольшим преимуществом вот менее продвинутые программы говорят что таким образом белый уменьшили свое преимущество они лишились но я опять же пытаюсь как-то это проинтерпретировать они белые лишились возможности вести прямую атаку а черные вроде но стоят более-менее нормально хотя только более-менее черные также рокируют теперь это можно безбоязненно сделать атаки на короля сразу быть никакой не может f2 f4 логичный ход и понятно что белые связывают свою дальнейшую стратегию с продвижением f4 f5 при том что у черных по-прежнему нет контр игры то есть активно по-сицилиански воздействовать на белые фигуры они черные не могут b4 это не то а б и белые сыграют наверное наверное а б конечно фердь бьет b4 черные лишь подосрабиться дополнительно на b2 даже угрозы взятия нет из-за ладья fb1 а белые могут там сыграть как-то может даже ладья a4 хотя не знаю не буду смотреть не буду гадать на кофейной гуще понятно что b4 решение неправильное поэтому не будем находить самые сильные возражения на этот ход черный вступает на c7 признавая то что на опять ферзю больше делать нечего а на c7 все таки это на нормальной сицилианской позиции для ферзя ему самое место ладья f2 то есть белый совершенно в лоб проводят свой план по-человечески понятно ладья f1 дальше и пытаться организовать прорыв f4 f5 поскольку еще раз повторюсь у черных нет контр игры ладья b8 не слон а именно ладья b8 так как слон нужен на диагонали c8 f5 чтобы белые просто так не могли прорваться бесплатно f4 f5 все-таки поле f5 переконтролирует слон можно скажем еф и там слон где-то f5 сыграть хотя еф конечно ход который делать очень не хочется если белые прорвутся потому что конь d5 но конь d5 это не конец игре и опасаться наверное ну не обязательно сильно опасаться чем нужно хода f5 а ход ладья b8 готовит продвижение b4 в частности с возможностью контр игры против пешки b2 против пешки е4 какое-то воздействие на белые фигуры ладья f1 белая проводит свой план и слон d7 сразу видим b4 ничего черным не давала в это легко поверить все-таки объектов атаки в лагере белых немного и теперь слон g4 так сказать прямой наводкой готовят продвижение f4 f5 еще он отвечает ладья bc8 то есть внешне вот этот маневр вначале ладья a8 b8 потом ладья b8 c8 выглядит довольно странновато но не нужно забывать что белые последними тремя ходами ладья f2 ладья f1 и слон g4 определились или может двумя ходами ладья f1 и слон g4 определили свое направление главной игры и среди прочих уступок на которые они для этого пошли это ослабление поля c4 куда может быть переброшен черный конь и вот важно определить что например белые сразу пойдут f4 f5 начнут этот прорыв тогда после конь е5 самого естественного продолжения атаковал атакующего слона стоящего на поле g4 его отступление лучше всего сюда отступить на едва чтобы воспрепятствовать ходу конь c4 и ферзь c6 у черных не такая уж плохая контр игра так как игра белых давление белых по линии f зашло в тупик и никакие размены ничего не дадут случае f6 просто слон d8 потом будем перебрасывать слона на b6 но у черных будет все хорошо f6 вообще не тот ход можно сыграть как-то ферзь d4 маневрировать но видно даже невооруженным глазом что как-то дисгармонично белые поступили двину в пешку вперед на f5 уступив поле е5 для черного коня и после этого убрав слона на исходную позицию на е2 поэтому f5 не играет сток фиш отступает солоном на h3 уводя слона из-под темпа на случай f5 и конь е5 конь е5 уже будет ход сделан без темпа и в белых полугаивается время на то чтобы там бить на е6 или что-то еще такое страшное ужасное делать ферзь b7 играют черные поскольку ну опять же я по-человечески объясняю ходы ферзь b7 поскольку ничего активного конструктивно никакого плана у них нет конь a5 но я не знаю конь a5 это ход куда-то в сторону ход который не создавал реальных угроз давайте его сделаю и попытаюсь понять ну можно пресс играть ферзь d3 и в случае вторжения на c4 отступить слонов то есть белые продолжают маневрировать как ни в чем не бывало но взятие на а3 конечно вроде бы как возможно но ход не так сказать неоднозначный потому что после хода ферзь d4 окажется что белые доберутся до святая святых черных в расположении черных до поля g7 е5 можно тогда на d5 будет залаз какой-то очень неприятный f6 это развал позиции белые вроде бы совсем так сокрушает от самообороны с помощью хода f4 и f5 короче говоря конь a5 ход не очень хороший белые готовы были допустить черные его не сделали а поступили ферзь b7 перевели ферзя на поле b7 и теперь уже можно было попробовать сыграть f5 но ход снова не был сделан поскольку снова не самый лучший так как тогда конь е5 по-прежнему конь е5 ладья кстати заработала по ленинце конь c4 идея осталась прямой прорыв не идет можно сыграть салон d4 тогда конь c4 например ферзь e2 конь бьет b2 ну конь бьет b2 вот не нужно играть вот ход плохой нужно вернуться на e5 удивительно но после хода конь е5 позиция остается непростой а тогда как вот конь бьет b2 в этом варианте который встретился в партии не хорош из-за взятия на g6 ну понятно что у белых поскольку все защищено на другом участке доски а угрожает страшное взятие на f7 нужно брать вот так вот при взятии пешкой другой видимо мат мы дадим форсировано вот на этот ход можно просто салон е6 сыграть вот то что мне хочется очень салон е6 отдать слона ну и чем бы черные не забрали сыграть h7 шах потом дать шах ладьей с h2 ну и замодовать черного короля на поле h8 вариант элементарный несрожный но тем не менее нужно все-таки иметь в виду это а в случае fg ферзь g4 со страшной угрозой ферзь бьет е6 шах отдать ферзя и разгромить позицию черного просто замотать его короля ладья бьет f2 например ладья бьет f2 там е5 пытаясь контратаковать но тогда в таком варианте окажется что у черных плохая позиция так как белый дадут шах а затем слон b6 атакуя ладью и в ответ на ладья бьет c3 черные восстановили материальные равенства даже у них лишняя пешка доход слона d8 заканчивает борьбу отступить слону некуда ну а в случае взятия например такого вот следует просто мат на поле f8 и так f5 можно было сыграть но черные должны были сыграть тогда конь е5 как мы уже говорили и в ответ на слон d4 можно прогнать этого самого коня но дальше идти не надо а нужно отступить на поле е5 вот конь a2 такой странненький на первый взгляд ход делает здесь сток фиш наверняка у программ и у той и другой были свои соображения но хочу подчеркнуть что сток фиш и лила час зеро руководствуются разными алгоритмами поиска и разными алгоритмами нахождения решений то есть как я понимаю вот эта самая нейтронная нейронная сеть которая задействована в лила час зеро она во многом действует ну скажем так ассоциативным методом то есть извлекает из своего богатого своей богатой библиотеки он уже на представлении наработок и так далее каких-то обобщений неведомых мне и даже неведомых возможно создателям этой системы что-то такое важное и ценное и на основании вот этих сопоставлений определяет какой же ход кандидат наиболее выгоден хорош и так далее а сток фиш это просто реализация классической версии классической версии поиска ходов с помощью альфа-бета отсечения и просто глубокого счета плюс какие-то позиционные веса дополняют этот поиск причем любопытно что разработчиком и той и другой программы генеральным разработчиком является один и тот же человек но которого можно наверно в связи с этим считать ведущим шахматным программистом мира или современности это гарри линд скотт я не знаю какой гарри линд скотт знаю только имя и фамилию но тем не менее поэтому от поскольку человек один то от конфликта интересов какого-то явного то есть может как раз он есть но нет такой вот явной ревности конкурентности жесткой и так далее конечно ему хоть хочется наверное подсознательно свое новое детище разрекламировать но сток фиш во первых очень хорошо продается очень высоко котируется чемпион мира уже многократное и так далее так вот после коня 2 черный играет опять не допуская коня на поле b4 и может быть сами готовят продвижение b4 как можно догадаться ход коня 2 обусловлен тем состоянием что после f4 и f5 сток фиш не нашел какого-то по-настоящему сильного убедительного мощного продолжения атаки черные как-то окапываются и белые решили что не нужно форсировать пока игру а вот тут конь возвращается как ни в чем не бывало на c3 судя по всему то есть это можно интерпретировать так что ходом а6 опять черные ослабились это кажется ну какие могут быть ослабления на ферзи фланги когда все решается на королевском после хода и прорыва и f4 и f5 на самом деле видимо очень глубокая оценка очень глубокий счет показывает что действительно это некое ослабление что одного королевского фланга и одну линии возможности прорыва f4 и f5 белым для выигрыша недостаточно поэтому столь четко однозначно обозначенный план создание молодей с переводом слона на h3 план связанный с f4 и f5 но требует пресса его существует никакого-то терпения владея b8 b4 сыграно не было хотя бы 4 вроде бы ход выглядит очень так логичненько вот как не прорваться но оказывается что после этого черт-белый сыграют конь a4 с угрозой с идеей вторжения на b6 это у белым очень выгодно а черным нет потому что ничего на фланге черные не добились а конь b6 это вилка и вообще слон окажется в уязвемом положении то есть b4 поспешный ход тогда как вот ладья b8 самое оно он был сделан и белый играет b4 то есть игра на двух флангах можно сказать стиле карпова хотя не очень стиле карпова сколько b4 вы смотрится как явное ослабление но какие-то грубины наверняка в этом ходе сокрыты а б а б но ясно что брать на b4 нельзя этот ход не был сделан была сыграна ладья c8 в случае этого ужасного хода вера реализует очевидную идею сыграет ферзь d4 с угрозой маты на g7 и с атакой коня после чего это конь теряется там е5 ферзь б4 может черными сыграть да нельзя уже даже d5 нельзя слон подвисает то есть конь b4 это грубейшая ошибка разумеется черные так не играют играют ладья c8 fc8 потому что что-то надо противопоставить игре белых но как-то за очень короткое время на протяжении буквально двух ходов вот здесь вот смотрите белые сыграли вернули сыграли обратите внимание коня 2 внешне странный ход я повторяюсь опять конь c3 провоцировать на b4 тогда кони 4 с перевесом ладья b8 b4 уж совсем удивительная штука то есть здесь белый использует тактический мотив нельзя взять два раза на b4 за ферзь d4 ладья c8 черные вроде все как надо делали и вот их позиция которая была просто похуже стала очень тяжелой поскольку белые теперь располагают возможности прорыва f4 f5 когда черная ладья ушла с поля f8 но все конечно может быть в жизни людей я предполагаю что подобного рода решения наверное они правильные в некотором смысле может просто абсолютно правильные со стороны белых но подобного рода решения нам почти никому даже выдающимся самым гроссмейстером недоступны если конечно не домашний анализ но 26 ход только чтобы 25 там на 23 белые уходили коня очень далеко от начальной позиции конечно доанализировать до этого положения невозможно тем не менее f4 f5 и начинается страшная атака взятие на g6 fg опять же hg если что если сыграть hg то есть идея h7 нужно ли так играть так и нужно играть потому что в случае взятия на h7 белые бьют на f7 шахом а если черные здесь играют король g7 тогда что тогда видимо какая-то связка коня с очень сильными угрозами таково первое впечатление думаю что второе впечатление тоже не слишком противоречит этому первому итак король g7 и срон d4 с угрозой взятия на f7 но ладья f8 это не очень хорошая защита поскольку можно сыграть h8 ферзь от вич или короля и ладью ударят на f7 громя позицию соперника поэтому вроде как срогие 8 лучшая защита но ладья f8 может быть тоже и тогда самолет и 6 решает красивенько надо отдать должное если взять на e6 тогда можно сыграть ладья f8 ну чудеса конечно хотя не очень такие трудно труднодоступные есть ход конь f3 какой-то а конь f3 нет хода с углом связан ладью брать нельзя ферзь пройдет а если взять на h7 тогда вот такой вот шах и мат с поля h8 опять же вариант который я сейчас привел он не очень сложен с одной стороны а с другой стороны он не бросается в глаза и то что у белых просто почти выиграно или можно сказать выиграно строго после хода hg ну не очевидно то есть fg вынужденное решение теперь слон f4 присматриваясь к коню и создавая перспективы возможности для вторжения хотя с другой стороны знаете вот наши электронные друзья вдруг начинают уменьшать оценку то есть казалось что белых почти совсем выиграно а теперь ну начинается борьба правда ладья f8 надо играть ладья f8 или нет сыграла именно так лена зеро и наверное не случайный ход лучшего ничего не было теперь ферзь d4 нагнетая давление опять же удивительное дело то есть белые сильно раскрылись белые образовали довольно много слабости своей позиции такого первое впечатление на самом деле атаковать то нечего на b4 пешкой не атаковано конь на c3 поляне c уже не под ударом черных фигур пешка на g5 ну где-то в каких-то вариантах его можно забрать но белые уже угрожают совершенно конкретно ударом на e5 ферзь c7 защищая этого коня сколько дальше ферзь пробился белых было на g7 ближе к матовому полю матующему полю и теперь конь d5 ну очень красиво было здесь ученых что-то лучшее чем ферзь c7 я не знаю можно сыграть например была ладья f4 то есть заманчивая вот такое решение может быть чем-то правильное логичное взятие взятия на g5 ну как логичное я рассуждаю как человек я рассуждаю как человек сказать что я недооцениваю ход ладья f7 не могу ход естественный совершенно на взятие на f7 следует ферзь g7 мат поэтому конь бьет f7 невозможный за ферзь g7 мат угрожают какие-то страшные ужасные вещи по седьмому ряду угрожает слон бьет е6 ферзь там подвязан например на слона 6 будет слон бьет е6 можно конечно дать шах заставить белых забрать этого слона и после этого конь бьет f7 кажется что все у черных хорошо но после ферзи f4 белые таки все-таки добираются до черного короля на 6 отдавать фигуру ну очень не хочется можно дать конечно какой-то шах но это не намного не сильно помогает потому что что дальше если ладья f8 то ферзь f6 а как еще защищать если слон е8 то ферзь f6 на конь а6 ферзь f8 ну никак не защититься поэтому уже вроде играть конь бьет f6 отдавать фигуру и позиции черных плоха хотя некоторое время бороться можно напомню что даже вот ладья f8 не помогает по причине ферзь f6 с угрозой ферзь g7 и на взятие на 6 подвисает ладья с матом в один ход ну поэтому это не помогает ладья f4 не помогает было сыграно ферзь f7 теперь конь d5 но брать надо это понятно слон бьет d7 и оказывается что белые разгромили позицию прорвались атака в сильном пункте вот у игоря качи зайцева такая книга есть атака в сильном пункте когда вроде бы уж укреплен переукреплен какой-то пункт какое-то направление танка опрасная скажем так позиции соперника вы тем не менее вот в нем наносите какой-то удар какая-то перегрузка и все складывается это производит сильнее впечатление эстетическое а тут смотрите слон бьет d7 что делать конем брать нельзя будет сыграно ферзь g7 мат поэтому ферзь бьет d7 теперь ферзь бьет d5 шах если король h8 то просто слон бьет e5 черные сразу проигрывают поскольку теряют ферзя или даже вот ферзь бьет e5 еще сильнее чем взять nd7 потому что здесь почти форсированный мат потому что там ферзь g4 можно уйти смело вот так вот это я показываю кстати компьютерный вариант если ферзь артитул ладья 6-я f3 с шахом черному кролю и все заканчивается сразу поскольку теряется ферзь то есть нельзя отступать на h8 из-за слон бьет e5 а после кони в 7 хода сделанного в партии следует ферзь d4 белый играет без фигуры но создают смертельную угрозу мата на g7 что делать ну конь e5 только или слон f6 ну слон f6 было сыграно конь e5 совсем нехорошо из-за слон e5 белый ничего не отдав возобновили все угрозы включая угрозу ферзь d5 шах а после слона f6 ферзь бьет f6 конь e5 конечно вроде как отбились чуток черные но следует ферзь g7 шах вот опять же издалека человек играющий как как белыми так и черными или так белыми или черными может остановиться увидев такую защитительную идею слон f6 еще раз повторюсь слон f6 бить пешкой не хочется но можно было бы по идее согласиться на это взятие пешкой там ферзь g4 черная контр игра ладья мурбит c8 не знаю как правильно играть но контр игра есть а тут все как ни странно потому что белые дают шаг g7 вот такой странный вроде бы шаг нужно досчитать до этого понять что это форсированно выигрывает легко а вот проникнуться всеми так сказать глубиной замысла для этого нужно минимальное время нужно соцентрироваться чуточку меняться надо что делать черным если ладья f7 тогда слон g5 размен на f2 взять и взять и получается та же самая позиция тот же самый пешкой который мы сейчас увидим белые идут вперед важно что что черный не успевает образовать проходную на королевском фланге так как на любое движение пешки остается жажь а коль скоро черные бросятся королем к этой пешки то белые сыграют c4 и проведут свою пешку в ферзи то есть не хватает времени и то же самое абсолютно один в один получается после хода сделанного лера зеро лера чес-зеро ладья е8 слон бьет е5 бить ладьей нельзя за ладья f8 придется или отдать ладью или получить мат сразу а после взять и белые жертвы пешки же отдают то есть меняют все ради играют король f1 даже не король f2 не знаю почему король f1 но и все по той самой причине которая говорил король f7 король идет вперед если король и 7 этот ход не был сделан тогда можно просто приблизиться к флангу если черные пытаются как-то упираться а теперь уже а движение пешки аж нельзя даже и помыслить помечтать после же аж белая фершка сразу станет ферзем а тут белые естественным самым образом теснят черного короля догоняет его до запотовывают не будь пешек по линиям ж и аж белых и черных это был бы пад а тут приходится двигать пешку аж и белые проводят или ферзя или ладью и ставят мат черному королю элементарно понятно но тем не менее привел на всякий случай этот выигрывающий вариант иллюстрирующий то что произошло бы если бы черные просто пытались стоять на месте и препятствовали бы перевести а короля на ферзев фланг продвижение белой пешки король f8 было сыграно c4 здесь все очень просто король d2 с идеей взятия пешки король g7 b5 король f8 b6 но черные компьютеры не сдаются известная форма русские не сдаются а тут можно сказать что компьютеры не сдаются и пока не случилась вот такая вот позиция с матом черному королю борьба продолжалась но это не борьба конечно но тем не менее тем не менее еще раз повторюсь компьютеры не сдаются но теперь давайте посмотрим как ту же самую позицию играли те же самые программы в следующей четвертой партии а в четвертой партии белой фигуры уже принадлежали лилла чес-зеро и вот в этом положении оппонент лилла чес-зеро признанный лидер мирового компьютерного движения программа сток фиш играла а2 а3 такой странный ход но воспоминания этой партии я не знаю сохраняются или нет а предыдущей партии но было сыграно слон е3 так поступила лилла чес-зеро и борьба здесь продолжается то есть носит иной характер чем той партии когда казалось что у черной как так вот беззвучно и безропотно проиграли позволив себя разгромить но хочу вашу обратить внимание что все-таки еще раз напомнить что белые делали ход странный коня 2 белые возвратили коня белые сыграли b4 зажимая тотально соперника на ферзь на фланге и оказалось что это все правильно потому что ну не получается у черных как-то не получилось и не бы не получалось никак вывернуться ускользнуть из этих самых тисков железных и разгромная атака причем даже доведение пешки аж до поля а6 оказалось в некотором смысле правильного объективно правильно а тут слон е3 самый естественный ход теперь все равно а2 а3 на b5 и слон b7 то есть то что можно было ожидать но белые сделали ход f4 вот сток фиш этот ход не делал а тут и f4 что позволяет то есть долгое время некоторое время достаточно долго f4 белые не играли а тут конь c6 начиная какие-то завязки в центре с идеей ударить на d4 сыграть е5 как-то подразгрузиться ладья же один тем не менее опасаясь этого варианта ладья c8 но я подозреваю что на взятие на d4 белые взяли бы ферзьем и отступили бы на e5 на d2 позволяя соглашаясь на то что черные возьмут на f4 а ладья стоящая на g1 расположена как раз там где надо поддерживая пешку же защищая ее ну и где-то если дойдет дело до g6 штыкового такого боя то ладья окажется на правильном месте тут ладья c8 можно было сыграть f5 вот я думаю что агрессивные такие шахматисты наверняка поступили бы так шахматисты атакеры но тогда черные наверняка взяли бы на d4 ответили бы конь e5 с угрозой конь f3 шах хотя бы сыграть g3 у белых лучше вы знаете вот у белых инициативы белые ничего особо не уступили ну там ферзь a5 например с кожей и знакомые нам идеи там fe fe какой-нибудь ход слон h3 ладья бьет c3 вот то что может могло бы произойти но нечто схожее кстати я почему прервал дальнейшее развитие этого варианта показ того что могло бы случиться но достаточно далеко это все от позиции которые встретили с партией ладья g3 сыграл сразу сток фиш или сыграла сразу программа сток фиш черный ответили салон e7 и каком-то смысле такое включение белым выгодно потому что на e5 сразу конь не лезет и теперь уже когда играется f5 у черных не будет этого важного темпа пешка g5 все равно защищена салон ладья ее защищают ну конь d4 черные все равно должны сыграть все равно а вот все равно да не все равно теперь если конь e5 то удар на e6 и можно сразу или постепенно вот я не знаю сыграть салон h3 и давить на пешку e6 что неприятно для черных и видимо они этого черные не хотели они сочни порывший своих электронных мозгах что лучше закрыть фланг чтобы прямой атаки на короля черных не было после e5 но впечатление конечно ход e5 производит неоднозначное так как поле d5 страшно ослабляется ферзь a5 опять же стандартная процедура здесь можно что сказать что конь d5 можно было сыграть но это не слишком убедительно потому что после размена на d2 и хода h7 h6 черные начинают приставать к белым фигурам хотя честно говоря можно и салон d8 сыграть тоже не так уж плохо потому что прямой не идет на королевском фланге черные подзажаты по слону d8 конечно им трудно соединить свои силы ведь поле b6 недоступно коню так как слон на e3 стоит и конь d5 но можно после слона d8 сыграть слон бьет d5 можно слон бьет d5 сразу и слон d8 это а4 нужно считаться и ладья по третьему ряду может быть переброшена на атаку пеших черных что ну как-то психологически если говорю говорить о людях мешает черным взять на d5 лучше сыграть сначала слон d8 но это было бы неясно и компьютеры так не играют если не видно сразу если нет сразу явных выгод они сохраняют напряжение причем достаточно нахально в данном случае я использую человеческую такую терминологию релоча зеро делает длинную рокировку ну провоцируя соперника на взять nc3 и наверное ничего лучшего уже нет у черных потому что конь d5 теперь будь ход за белыми оказалось бы страшно неприятным решением например там рокировка условно вот явно и не то тогда конь d5 размен теперь мы берем ладьей конь ушел из-под удара и что важно на слон бьет d5 можно взять ладьей и здесь у белых конечно жуткая доминация тоже невыигрышная позиция тоже можно играть там ладья f6 ладья c8 и так далее но идти сюда не хочется и вот ладья бьет c3 вот такой вот шанс свой использует сток фиш и наверно правильно то есть как по-человечески точно правильно пожертвовать качество перевести игру в окончании испортить белым пешке одну пешку отыграть то есть выиграть взамен за качество забрать вот слон е4 слон d3 и первое впечатление что вот первые ходы после этой жертвы создают впечатление что решение черных все-таки ну такое азартное отчаянное но все равно не спасающая явно так как белые разгрузились избавились от взбойных пешек и образовали проходной по линии а у них два слона то есть ладья за коня и пешку и по идее осталась техническая работа по реализации выгод всех выгод своего положения если рокировка этот ход не был сделан то f6 почти сразу собрушает позицию черных бить на f6 нельзя пешкой с gf шах бить конем или слоном это потеря фигура с ручьей хода слон d8 теряется пешка на d6 и все заканчивается просто дальнейшими материальными решающими материальными потерями черных поэтому слон е4 играет сток фиш а4 и белые предъявляют свой козы d5 полуотчаянное решение что было бы например с ручьей хода слон бьет f5 вот такой ход всегда хочется очень сделать тогда оказывается что белые просто двигают вперед пешку и не успевают черные ничего предпринять то есть решение не совсем очевидное искать оценка оценка последствий хода и опять белые отдали еще одну пешку захватили поле d5 ну можно кстати было начать сходу слона d5 наверно смущало белых то что можно было бы ответить слон d8 пешка не идет а хода какой-то активности черных опасаться было нечего после хода а5 то есть слон е4 например вот здесь вот я пытаюсь понять и слон е4 здесь например что это такое страшно это или не страшно тогда а6 если здесь рокировка но можно сыграть король d8 а если рокировка тогда все равно слон d5 и оказывается что белая пешка слишком далеко прошла то есть цитарм ладья c8 ушли королем на b2 нужно идти естественно разменялись разменялись можно пытаться доставать белого короля шахами но белый король уходит на а2 наверное вот я так думаю на а2 наверное конечно да и когда черные сыграют ладья а8 отвечает белая ладья а5 слон все-таки нейтрализует какие-то попытки выиграть эту пешку и если нужно продвинуть ее до поля а вот кстати здесь вот вы знаете мы так сказать допустили некоторую ошибку то есть оказывается что здесь у черных такая плохая контрыгра и ситуация не ясна у них все-таки у черных две пешки теперь две пешки за качество у первых все равно лучше у белых все равно лучше но вот после а5 d4 черные все-таки добрались таки до белой пешки вот до этой самой ладья gb3 это гипотетический вариант конечно и бить не очень хорошо потому что если взять ладью это удар удар и ладья b7 если взять слону то ладья b7 сразу то есть у белых все равно большие шансы на победу после f6 белые черные пытаются как-то освободиться и хода ладья b5 после чего снова бить нельзя по-прежнему бить нельзя а белые усиливают позицию но но может быть так стоило сыграть может быть на f5 стоило черным побить опять же будь партия людей я бы однозначно сказал конечно так нужно было играть а это партия компьютеров они наверняка они играют на очень мощном железе то есть они сами представляют самое мощное железо в отличие от простых людей которые вынуждены пользоваться таким железом умеренной силы скажем компьютерами движками ну d5 было сыграно теперь ладья бьет d5 это важный момент потому что ладья бьет d5 белые вынуждены сыграть в случае хода слон бьет d5 ситуация была бы далеко не столь однозначной прямо скажем так как черные играют слона 3 но можно сказать что наоборот была бы совершенно однозначной все поля у белого короля отнимаются отняты поле c2 и поле b1 приходится играть вперед и белые просто теряют фигуру проигрывая партию а после ладья бьет d5 вот ход d5 выиграл качество но возникает окончание с равным материалом но белых страшные слоны и страшная проходная на фланге ход 0-0 проигрывает форсированно после g6 в это легко поверить а после слона b4 вроде как-то бороться можно но на самом деле все-таки преимущество белых огромно король идет на поле c7 белые вторгаются затем отводят слона и начинается маневрирование поскольку контр игры у черных нет а белые не торопятся и опять же трудно и е3 вот такой ход был сделан отчаянный поскольку все остальное ну как принято говорить было еще хуже например сыграть здесь g6 то f6 короля вперед вести это под слон d6 под связку на поле е8 подает под связку другую по белой диагонали ладья должна караулить коня d7 короче говоря вот е3 такой отчаянный ход чтобы оживить свои фигуры их фигура действительно оживает но у белых уже просто лишняя пешка отдаленная проходная но как-то черные укрепляются как-то черные укрепляются и довольно любопытно вот для меня произвело я даже не могу сказать что позитивное впечатление а немножко странное впечатление что вскоре произошло то есть играет альфа не альфа зеро как же мило час зеро довольно логично отгоняет черные фигуры повторяет позицию не торопится усиливает позицию бьет на и 5 совершенно трезво четко понимая что после этого контр игры у черных нет что пешку и 5 придется отдать не чем ее защищать солнца 7 было сыграть нельзя не торопится со взятием этой самой пешки наконец забирает ее и вот дальше оказывается что это не крепость конечно но это некая такая защитная конфигурация черных фигур пробиться сквозь которую достаточно трудно и я бы не решился не стал бы осуждать если так можно выразиться программу игравшую белыми что она очень долго усиливала позицию проявляла внешнюю нерешительность на самом деле опять же если говорить по-человечески и оценивать то что мы сейчас видим человеческим языком то в этой выигрышной позиции белые старались не расплескать свое решающее преимущество вот так вот маневрировали чтобы не дай бог не разменять влади ничего такого я думаю что дефицита времени особого не было но еще и здесь трудный счет то есть трудно с помощью голого счета дать окончательную оценку но то что позиция белых выигрышная понятно и также понятно что можно неосторожным ходом испортить все на свете но белые не портят не все на свете ничего на свете тем не менее вот очень такая долгая и кажется невнятная реализация можно было сказать радио 6 это выиграла достаточно четко вот радио 5 наверное не хуже ладья c3 король ушел снова следует вот такое вот маневрирование и прорыв вот теперь наконец-то прорыв то есть беры изготовились и заняли оптимальную позицию король даже на b1 вдали от каких-то шахов и неприятностей сон опять защищает пешку и контролирует поле е8 и прорыв после чего можно забрать пешку стоящую на поле h5 ладья c3 если сыграть здесь король g7 тогда просто слон d3 защищая пешку и готовят ход ладья h8 размен ладей безнадежно для черных потому что у белых просто уйма проходных пешка f черных не играет никакой роли поскольку слон белых хозяйничает по этой диагонали защищает пешку и 6 и контролирует поле f5 поэтому выигрыш элементарен а после ладья c3 хода сделанного следует ладья d5 слон d3 слон b6 и a5 то есть здесь уже понятно здесь уже так сказать не нужно ничего пояснять очевидно что позиции белых выиграны элементарно что и доказывает дальнейшая игра a6 слон e5 отступление слона ладья c3 король вперед опять же компьютеры не сдаются компьютеры не сдаются но и разве что в самый последний момент хотя мне кажется у их так сказать хозяев есть право капитулировать чтобы но не терять время ладья e5 можно было давно сдаться я все-таки показываю это до конца все ладья e8 ладья e7 если взять это до g8 можно и коня поставить лучше сердзя хотя я не знаю может быть человек в случае ход ладья e7 со стороны соперника поставил бы коня взял бы на e7 и срочи король бьет g4 белые пешки сделали так называемые штаны разорвав черного слона а тут ладья a8 a7 слон e3 ладья бьет e3 почему слон e3 уже делать нечего следующий ход белых это слон e6 и когда возникла вот такая вот позиция король пошел вперед король бьет a7 и здесь вот была сфиксирована капитуляция может конечно до сих пор было не играть но как я еще раз повторюсь еще раз я уже этого говорил компьютеры не сдаются вот на тот момент когда вы писали эту записывали этот выпуск было сыграно из 100 партий суперфинала а игра у компьютеров на суперфинале в топ час engine championship то есть чемпионате мира среди компьютеров это уже турнир который проводится в 17 раз сейчас счет был после тридцать трех партий 65 в пользу сток фиш очень упорная борьба причем в отличие от того поединка который я вам продемонстрировал во всех или почти во всех остальных случаях победа одной из сторон была одержана в в разыгрывании той таби которая со смены цветов не принесла победу другой это была первая партия вторая партия ответная но тем не менее вот видите стилистические особенности какие-то влияют весьма существенно в большинстве случаев на разыгрывание тех или иных позиций я думаю что морочить вас голову показом каких-то еще весьма любопытных партий с точки зрения тактического противоборства и методов реализации своих планов я не буду все-таки это не человеческая игра действительно компьютерная и хотя бы в силу этого она наверное менее извилична ошибки грубые тактические просчеты невозможно то что скрывается в их мозгах нам недоступно какие-то возможно глубины очень интересные красивые но понять это большинстве случаев нельзя ну что касается нас то мы прощаемся я прощаюсь мы с до очередной встречи возможно она будет посвящена уже очень интересному турниру по блицу виртуальному турниру турниру по интернету в котором начали борьбу 132 участника шахматисты играли по нокаут системе это блиц по три минуты без добавления что важно и вот в среду между собой сойдутся в финальном матче на большинство из 16 партий то есть побеждает тот кто набирает 8 с половиной или 9 очков чемпион мира магнус карсон и его наверное самый интересный оппонент хотя конечно есть хикару накамурова если говорить об лице а хикару накамурова на турнире не принимал участие и алилизафи руджа которым мы посвятили одну из своих недавних программ конечно магнус фаворит но чем все это закончится сказать трудно но я думаю что забывать о компьютерном матче о суперфинале чемпионата мира среди компьютеров мы также не будем ну что ж на этом пожалуй все я как всегда призываю вас ставить лайки подписаться наш канал тех кто не сделал этого ранее разумеется обыгрывать своих соперников правда в данном случае уже по интернету поскольку большинство подавляющее из вас пребывает в режиме самоизоляции так вот обыгрывать своих соперников по удаленке когда вы играете с ними в шахматы и разумеется не заражайтесь не болейте всего самого доброго пока до свидания